Да-да, это программа «Сделанная в Вятке». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Мой собеседник сегодня, личность в городе достаточно известная, это историк, краевец, директор Музея инженерных наук «ВятГОП» Евгений Питунин. Евгений Альбертович, добрый день. Добрый. Поближе, пожалуйста, к микрофону. Я расскажу небольшую предысторию нашей сегодняшней встречи с Евгением Альбертовичем. Я просто-напросто позвонил, говорю, есть программа такая у нас. Евгений Альбертович говорит, да, знаю. И дальше предлагаю, вот в последнее время мы очень часто говорим о благоустройстве областного центра, о сохранении исторических зданий, о тех временных вещах. А давайте рассмотрим это все дело в историческом контексте. Как это было несколько десятилетий назад, что менялось. И, собственно, об этом мы сегодня будем говорить. Ну, мы сегодня сосредоточимся на советской эпохе, да. С того самого момента, когда Кировская область стала самостоятельной, как известно, в этом году наш регион отмечает свое 80-летие. Это было сделано в декабре 1936 года. Давайте, пойдем. Ну да, пожалуй, с этого момента и началось у нас, началось преобразование города. Ну, была вятка-вятка. 20 лет после революции, вот, по сути, ничего не менялось. Только область получила самостоятельный статус. Вы имеете в виду, ничего не менялось в облике? То есть все оставалось? Да, все визуально, все было по-прежнему. Вот, когда область стала самостоятельной, вычленилась из Нижегородского края, от статуса райцентра получила статус региональной столицы, вот тогда начались первые перемены. Начались они с чего? Учитывая эту эпоху небогатую, началось строительство социальных городков или соцгородов. Были они на обочинах города, в основном, вот, где-то и в центре пытались точечные застройки. Это были обычные барачного типа двухэтажки в основном, но они были благоустроенные, скажем так, микрохрущевки, то есть такие. По планировке очень были похожи. А почему надо было строить? Потому что хлынула толпа в город чиновников разных, управленцев, масса всяких трестов организовывалась, ну, и школы открывались, учителя, служащие, надо было расселить, а жилья было 4,5 метра на человека. Вот это первый этап соцгородов. И остатки, их можно еще обнаружить вот в районе улицы Розы-Любсимбург и Севернее, там еще единичные дома этих соцгородов остались. Вот, следующий этап, он печальный, это всем известно. Подожди, а вот по количеству людей, как раз-таки, вот, приехавших? Население было начало расти, вот, возникали такие зародышевые элементы промышленности, что-то менялось, вот, поэтому надо было первым делом расселить людей. Вот, поэтому, в основном, центр не менялся, вот эти города, но худо-бедно же личный вопрос, там, куда-то смогли рассовать, куда-то смогли поселить. Строили сами свои же силы, те, кто приезжал? Строили, да, предприятий было немного, в основном, не пользовались средствами предприятий, строили, видимо. Ну, отчего там, в принципе, барачные эти поселки? Архангельск, он до сих пор, вот, выглядит, как иров в 36-м году. Да вы что? Потому что там не было предприятий, которые строили микрорайоны, это мы чуть вперед забежали, и поэтому очень утручающее зрелище, когда барачный город, и идешь, написано проспект, а такой-то кругом вот эти же деревянные этажки. Ну, они пытались, конечно, украсить, но вот у нас, ну, наверное, хватит о стиле барако. Перейдем, перейдем. Другой этап был, вот, начался меняться город, это 36-й, 37-й, 8-й годы, это печальная эпопея, это снос храмов, церквей, соборов, это следующий этап. Ну, и перед войной что успели поменять? Построили первый пятиэтаж, это дом НВД, вот, угол Герцена, Ленина, магазин птица, это там отдельное здание, центральная гостиница, драмтеатр, вот, город стал преображаться. Перед войной успели еще пару пятиэтажек на театральной площади, угол Преображенского, угол Эрла Марса и, скажем, молодой гвардии, вот, напротив Сибиря дом. Ну, в основном ничего не поменялось. И все это у нас замерло теперь до 50-х годов. Конечно, войну тоже было строительство. Вот мы писали, трехтомник, группа работала, трехтомник, город, овавший победу, ировчане в годы войны, то есть там есть огромная глава строительства, там было не только промышленное, то есть не только заводы, но надо было и людей. Но эта страница лучше перелеснуть, она вынужденная, потому что если барачные города, соцгорода, они были худо-бедно благоустроенные, то и военного времени это просто вынужденная мера, это ужас, шмар, волосы примерзали по утрам стенам, холод. Самое печальное в том, что это строилось на время войны, а после войны надо было сносить, но все это продержалось до 60-х годов в большинстве. Ну, теперь и веселым. Дальше бурные перемены начались в 50-е годы. Если взять Октябрьский проспект, то еще в 52-м году это было довольно заброшенное место с барачными домами от севера до улицы Энгельса и с маленькими одноэтажными частными домами дальше до Воровского. Они же Воровского, ничего не было, там было подсобное хозяйство. Ну, вот интересно поэтапно смотреть развитие, когда начались носить, строить первые дома. Вот тогда была послевоенная эфрия, возвращение к мирной жизни, все радовались и расселялись из бараков. Вот тогда-то наши заводы, без заводов бы город ничего не смог. Вот это был третий или четвертый этап. Какие конкретно заводы? Это были самые грандиозные перемены. Ну, Октябрьский начал застраивать и завод Лепси, и завод Первого мая, завод Маяк, ближе к центру, все, что было. Вот 50-е годы, это самый бурный период. Самый бурный период перемен, самый, наверное, большой этап изменения города. При этом ничего не приходилось властям объяснять, что и для чего делается, в отличие, скажем, от сегодняшнего дня, потому что ему всем было понятно, если расселялись коммуналки, то даже коммунальные квартиры, они были счастьем для людей, которые жили в подвалах, в бараках, или там по 8-10 человек в одной комнате. Но мечтали о другом немного, как всегда пытались сделать лучше. Если смотреть, сохранились в архиве у нас, в госархиве, например, реальный рисунок архитектора в того времени, в частности, злого, конечно, все это было сделано эстетичнее, со всякими архитектурными упрошениями, с скульптурами, фонтанчиками, вот, но, опять же, суровые реалии. Вот даже интересно сейчас заметить, вот, если взять у нас дом, где был гастроном 32, а сейчас там магазин один из гастрономов угола Октябрьского и Малина напротив сельхозакадемии. Если зайти во двор, вы увидите удивительные вещи, то есть есть, например, окно и есть балконная дверь, а балкона нету. А почему? А потому что надо было срочно достраивать и проект быстро-быстро пересмотрели и упростили. Вот значительную часть Октябрьского проспекта ее таким образом доделывали в спешном порядке, изменив... Проект упрощали ради сокращения стоимости. Потому что был жилищный кризис, было 5 метров, жилье начало век, и все. Дальше тоже хороший период. Ждите, давайте еще более подобное. До 50-м. Да, более подробно об этом еще говорить. Как это вообще все происходило? Город обходился своими силами и своими средствами? Нет, теперь уже заводы. Или все-таки наверх какие-то запросы подавали? Если бы у нас не было предприятий, то не было бы и города. Был бы тот же барачный Архангельс. Маленький. Я думаю, что в границах Октябрьского проспекта или улицы Горького до сих пор были бы деревянные дома. А у нас был план, что все предприятия отправить в город Отельничь. У нас в Отельничь был бы такой местный Нью-Йорк, столица огромная, город благоустроенный. А Ирак был бы такой, ну, хотя и областной центр, он бы был маленький. Так что даже... Можно, тоже можно поподробнее, что это за такие планы? Постройки? Да, когда стали отправлять предприятие эвакуированное, то есть это современное ВИТЭК, ЛЕПСИ, Сильмаш, другие, а то планировали в Отельничь. Потому что там водный узел большой, транспортный узел большой, и по разным причинам было выгоднее. Но почему-то вот решили в ИРОВ отправить, видимо, и разместить проще было, и все. И поэтому вот получилось то, что получилось. То есть, но вариантов было вот так вот взять, если просмотреть все параллельные реалии, то могло быть, если бы и генпланы утверждали, предвоенные и прочее, то все бы могло быть по-другому. Но то, что получилось, то получилось. Я думаю, что не самый худший вариант. Хотя все менялось. Главный центр вот именно стал таким. Например, в любом городе главная магистраль, она выходит прямиком на вокзал. У нас планировалось сделать улицу Горького. Но потом урезали, видимо, то да сё, и сделали улицу Октябрьскую, назвали ее проспектом, и поэтому она сейчас загибом выходит на вокзал. Через Комсовольск, соответственно. Она стала обычной такой проходной, второстепенной улицей. А это с чем связано? Ну тоже, да, бюджетом, рязанием, финансами. Например, планировался целый Адемичес и Городок, вот вместо сельхозакадемии в рамках улицы Октябрьский, проспект Горького, Воровского, Маклина. Там и дома для преподавателей, и это опытные станции внутри, общежития студентов. Но быстро-быстро, вот особенно после снятия Хрущева, здесь к тому хозяйству интерес изменился, и получилось. И сам сельхоз должен быть с башнями, с бортиками. Главный корпус получился, небольшим, занимает пол квартала, но не целую площадь. Ну что касается центрального проспекта Кирова, Октябрьского проспекта, он застраивался с севера на юг? Застраивался с севера на юг. Заводы строили оттуда, начинали строить от Богословского кладбища, его еще не снесли, есть фотографии, когда уже проспект, асфальт, мимо кладбища, мимо забора ходят автобусы, троллейбусы, номер 3 еще не запустили. Вот первые дома, это 51-53 по Октябрьскому проспекту. Был я там сейчас, до сих пор как-то вот заходишь в подъезд, и такой дух 50-х, вот он там не исчез и не испарился, этот желтый кафель, причем на площадке. Не в прямом смысле дух, запах, а вообще вся атмосфера, которая там присутствует. Вот, наверное, мало где осталось, вот в этих домах, может быть, сейчас и с дворовыми территориями их ужали, и все поменялось, но тем не менее, чувствуется еще. Строилось ведь это все не только силами профессиональных строителей, но и многих горожаней в основное время, точнее, в дополнительное время. Нет, это уже отдельно, это отдельно за методом народной строй. Это строили, вот, например, район, который в народе называют болото, вот его строили, улицу, там, Шинников, улицу, чего там у нас от Лепсии идет, цеховую, таким методом народной стройки, но это строили, что попроще, вот, что в глаза не бросается, двухэтаж, и там пятиэтажные дома, но градообразующие дома строили, конечно, по утвержденным архитектурным планам, там строили серьезно, солидно, причем нагоняли, смотришь, там, боже же ты мой, там, Артемский проспект, это был маленький уральский город, то есть там столь земли было одномоментно вынуто, проводили же теплотрассы, все там, целые горы лежали. Потрассы еще водопровода. Сейчас вот масштабов-то их трудно, водопровод, тепло. Тепло не сразу же пришло, но это отдельно, отдельно, потому что город был, хотя и благоустроенный, но был на отельных, весь во дворах были трубы здоровенные. У меня жила одноклассница в доме номер 88 по Октябрьскому проспекту, вот у нее прямо в полутора метрах она проходила. Огромная железная труба от отельной, внизу всегда был уголь, пыль, и вот у нее окно всегда было горячее, потому что труба грелась, вот так они жили, я не знаю, там, соответствовало такими-то нормами, наверное, никуда это не попадалось, тем не менее. Евгений Александрович, да, я предлагаю прерваться, у нас сейчас небольшая реклама, буквально минуту, но вернемся. Продолжаем нашу беседу с Евгением Питуниным, историком, краеведом, директором Музея инженерных наук ВИАДГУ, об очень любопытной эпохе говорим, которая, казалось бы, была совсем недавно. 50-е, больше полувека, ну, не так давно, там, кто-то уже и не был. Вот это все равно, что жизнь на Марсе. Ну и вот постепенно уже к 60-х годам переходим. Эйфория, да, да, эйфория не проходила. Наиболее бурная, да, из-за развития города. Это массовое переселение, и 60-е это следующий этап преобразования нашего города. Первая половина 60-х это ирпичная хрущевка, тоже Октябрьский проспект, центральные улицы, все, а вторая половина 60-х это панельная хрущевка. А это правда, что изначально Октябрьский проспект вот в таком широком виде, когда две полосы разделены вот с этой аллеей, планировалось до улицы Красноармейской только? А он идет уже до 70-х, до... И потом уже благодаря усилиям город-администрации его расширили, на моих глазах это делалось, вот, все в районе ЦАОС, дома радио расширяли во все стороны. Тоже был этап такой. Ну вот я о хрущевках хочу сказать. Давайте в 60-х, в 60-х вернемся. Тоже хрущевки, хоть и ругают их, но тем не менее расселяли, расселяли. И у людей дома строили, ну, штамп, конечно, я прочитал недавно, не для того, чтобы получать прибыль, а для того, чтобы в них жить. Вот, строили добротно, не считаясь затратами, вот, не было ни техники, ни технологий. Это сейчас строят. А те же, вот, я был там в одном пригородном поселении, смотрю, улица расчерчена, видимо, колышки воткнут, и все, и пусто приезжают через два месяца. Те же двухэтажные, трехэтажные под крышу. Капитальные, кирпичные? Капитальные, кирпичные вот сейчас строят. А тогда как строили? Вот, например, эти же хрущевки кирпичные, хотя бы строили один этаж, ставили бревна, торчмя, делали опалубку, наваривали арматуру, заливали бетоном перепрытия. Как все трудоедливо. Между следующим. Строили стены, снова бревна тащили наверх, снова ставили торчмя, делали опалубку, заливали, варили. Вот таким образом еще не было бетонных плит, которые можно было положить. И сколько это в итоге по времени занимало возведение жилого дома? Три, но Таратар очень интенсивно, видимо, строителей было намного больше, чем сейчас. И не было такого, что почему-то куда-то вдруг деньги делись. Если они были, то они были, и дом достраивался. И поэтому было и отношение такое, что люди получили собственное жилье, неважно, там это было в поселке ОЦМа или где-то, вот отношения. Я помню по Хрущевкам, 60-е годы, это лумбы, это палисаднички, это твор в цветах. У нас, например, жила в нашем доме известная художница Инна Широкова. И были веранды всегда. В вашем доме назовите, наверное. Артемск, 86. И были веранды, и вот она сама нашла краски, время, и расписывала. Там был колобок, леса, сказочные персонажи. То есть это делалось для украшения. Двор был вторым домом. Видимо, все привыкли иметь дворик. И это цветы на балконах, все это. И постепенно начало все пропадать. И вот эти дома, если не в гетто, то уже такие непрестижные, проходные парковки, там и свалки вращаются. А что касается еще Хрущева, как действительно там целые умы ученые работали над тем, сколько нужно человеку пространства. Да, эти люди работали, списали, особенно панельки, списали, строили в Германии первые панельные дома. Все там было, у нас просто позаимствовали. Единственное, что дома у нас, да, срок панельных домов был 25 лет. Но теперь куда-то все это пропало. Интересно, вот строился микрорайон панельных домов. Сейчас ушло название, были Вятские черемушки. Вятские черемушки. Это вот, да. Думаю, современное поколение уже не знает. От дальше, от Воровского, от Чапаева, вот этот район до Дворца пионеров. Это были первые панельные дома. Учились мы в школе, 37-й. И у меня одноклассник, еще мы были совсем юные, вот, и он жил в одном из этих домов. Поэтому он приходил в школу в сапогах, когда я шел к нему в гости, то последние десятки метров он вез меня на спине, потому что по этой грязи невозможно было пройти к тем домам. И теперь люди живут, что-то там пытаются делать, но, тем не менее, город изменился значительно. Но в целом люди и этому жаловались, да, что жилье, все-таки солье, солье. Ну, я бы не сказал, что критично живут и живут. Я бы, например, предпочел, может быть, сейчас старую, добротную, ильпичную хрущевку, нежели новый дом. Какую-нибудь свечку. Где-нибудь в этих нынче распиаренных новых микрорайонах, потому что был я во многих, посмотрел я на качество строительства, посмотрел я на размер квартир, не, хрущевка иногда во многом даже лучше бывает в центре города. Если двор сохранился, есть великолепные дворы, вот все зависит, опять же, от жильцов, от владельцев помещений. Ну, вот мы пришли, следующий этап, это хрущевки. Первая половина 60-х. Кирпичная вторая. Кстати, они все были изначально серые. Серые? Да. А вот это ноу-хау придумали в Ирове. По-моему, это наше было ноу-хау. И красить их начали, начиная с 73-го года. Придумали нефтеполимерную краску. Мы имеем в виду такой зеленоватый, да? Они разные были. Первый дом был белым, это Макрина, 30 дом. Его первый самый в городе, его для эксперимента покрасили. И всем понравилось, он сразу белый. И потом начали, все дома были облеплены лесами, и вот в 70-х, в середине, начали красить хрущевки. А смысл в том, чтобы... Они серые, они темные, начали-то они красивые, светлые. А потом они темнели, они становились тюремного вида. Вот хрущевки. Очень неприятно было походить мимо. Это тоже, можно сказать, история повторяется по спирали. Вот сейчас облупились у нас фасады, их под дым расспрасили. И тогда время было более такое архаичное, но нельзя было чем-нибудь размалевать. Но вот то, что сделали цветными, это 73-й год. Это вот облик города значительно. А красили специальные бригады или жильцов? Конечно, малярши там сидели в этих люльках и валиками вручную красили. И причем добротно покрасили. Вот я замечу, что сколько 70-х прошло? 50 лет, почти ничего там. Многие так и не перекрашивали, а осталось все хорошо. До сих пор не было. Ну вот, следующее взять 70-е годы. Темпы замедлились, конечно. С чем это было связано? Застойные времена? Ну, трудно сказать. Вроде бы и застой, вроде и нефть, доллар, вроде бы и стабильность. Много было разных причин. Один мой родственник работал заведующим домом Политпросвета. Был убежденный партийный товарищ, большой босс, по-моему, член бюро Кома партии. И вот как-то в разговоре мы его приперли. Вот скажи, почему нельзя было 70-е настроить? Можно было, ведь были возможности. Крутился, вертился, но в итоге признал. Политика была. Ну, как вот заводы оборонные большие. Из деревень народ высасывали. В общем-то, принимали на работы, давали общаги. Ну, как вот сразу дать квартиру? Да он с завода тут же уйдет, куда-нибудь найдет получше, поспокойнее, потише. Зачем ему в 6 утра просыпаться куда-то, через весь город ехать? Ну, это действительно так? И поэтому, да, очередь была 10 лет. Вот в 70-е годы в среднем на заводе 10 лет очередь на квартиру. А 10 лет, когда человек на заводе проработал, и к тому же стимул напился, попал в отрезвитель. Его из очереди выбросили из жилья. Еще жена заявила, что он там плохо себя ведет, тоже мог там. Ну, и вот, а 10 лет проработал, ему уже ничего не хочется, он уже на этом заводе будет работать. То есть вот уже партийный чиновник, он признал с ребятам, пытаясь обойти вопрос, но тем не менее, что да, это была политика, можно было настроиться. И поэтому темпы убавились. Это одна из причин. Причин на самом деле масса. Но можете назвать еще? Да, трудно сказать. Были и главные развития городов, и коммуникации, и ТЭЦы не могли справиться, и все, но жилищный вопрос снова стал назревать. Но 70-е годы, это следующий этап, это время прироста у нас пригородных телек, которые не входили в город. В частности, Слобода-Соловье, она пропала, она стала городом. Раньше ведь не было. А где она находится? Ну, Тепар. А, да, мы, до начала программы, да, мы с вами вспоминали парк имени Кирова. Еще в 60-е ведь называлось там поселок Сильмаша, поселок ТЭЦ-4, поселок там Ушо, поселок 20-го процсъезда, они все стали не поселок, а микрорайоны. То есть поселок Сильмаша стал микрорайон Дружба, там поселок ТЭЦ-4 стал микрорайон Инотеатра Восток, или там даже Мечта магазин, вот эти стали новое название. А вместо поселков они ушли из обихода, стали микрорайоны, и город расширился значительно. Это много-много знаний о живущих коровчан помнят прекрасно. Ну, ну ведь и в 70-е годы город был фактически и у нас до железнодорожных путей, вот это Иров-Отлас, а дальше-то ведь была одна улица Московская, Узим и Мостик ходил единственный автобус номер 25. И там домов-то были единицы, а следующая-то, это уже 80-е годы и начало. Давайте к 80-м уже перейдем, тоже после небольшой рекламы, нам надо прерваться. Да, партнер программы компания «Вятич», и «Вятич» напоминает нам о том, что 11 июня состоится знаменательное событие в жизни города. Помимо праздничного шествия, посвященного Всероссийскому дню пивовара, компания «Вятич» запланировала официальное открытие квасного завода «Вятский квас». Событие очень важное не только для города, но и для региона, поскольку это самый мощный завод по производству кваса в России с объемом выпуска 600 тонн кваса в сутки. Запускать это ультрасовременное производство совместно с руководством предприятия будут первые лица города и региона. Сейчас завод работает в тестовом режиме, чтобы проверить и настроить все оборудование. Монтаж и наладку осуществляют совместно российские и, между прочим, немецкие специалисты. Для наилучшего качества конечного продукта выбор сделан в сторону самых надежных немецких марок оборудования «Геа», «Кронес», «Кей-Эч-Эс» и «Сименс». Увидеть своими глазами это поистине впечатляющее производство вскоре может любой желающий после запуска экскурсионного маршрута производства «Вятского кваса». Приглашаем всех желающих поучаствовать в этом масштабном мероприятии. Зрелищное шествие начнется 11 июня в 12.00 с Театральной площади и закончится у завода «Вятич» с последующим торжественным открытием завода «Вятский квас». Все с нетерпением ждем этого события. Напоминаю, что гость студии Евгений Питунин, историк, краевед, директор Музея инженерных наук «ВятГУ». Так плавно мы уже подбираемся к строительству в 80-е годы. А я чуть-чуть еще вернусь в 70-е, даже в 60-е. Вот упомянули в очередной раз, что я сотрудник «Вятского госуниверситета». Начиная с 60-е активное участие в строительстве, в изменении города, в застрой, и его принимали выпускники, да даже и студенты тогда «Вятского политеха». Назывался университет, потому что там был факультет ПГС. Изначально он назывался Кировский заочный политехнический институт. Заочно-энергетический институт, потом политехнический, а сейчас «Вятский университет». И вот был очень престижный факультет ПГС, промышленное и гражданское строительство, и многие выпускники работали от прораба и мастера, начиная и заканчивая архитектами. Тем не менее, вот они участвовали в преображении нашего города. Это не отнять. Ну, вот я в перерыве, да, он спрашивал. В 80-е, в 80-е, дойдем до этого времени, вот одна магистраль улицы Московской коммуны связывала нас с Юго-Западом и с теми районами. В 80-м построили мост через пути, продолжили улицу Роспова. Путепровод. Да, путепровод, я понимаю. Поэтому после этого началась интенсивная застройка вот того юго-западного и ближе района. Еще недавно там были такие же деревни, Слободки, названия которых сейчас еще на слуху. Напомните, вот это производственное и Воровского перекресток, это Слобода. Там и Куроч, и Незиновый. Вроде бы вот еще недавно вот ездишь там в сторону метра, выезжаешь, вроде бы с левой стороны еще совсем недавно были деревни. И теперь уже, аж от сада нет, 10-15 лет прошло. Вот были трубы, их-то там отельных, там заводиков небольших. И вот этот район начал застраиваться. Опять же, два этапа. Первый этап у нас, это первая половина 80-х. Вот тогда стали появляться районы. Да и сам термин появился спальный район. У нас не знали, что такое спальные районы, то есть город и город. А вот на юго-западе это уже спальные микрорайоны. Тогда-то и сейчас... Где нет крупных предприятий. Ну, чтобы уезжали куда-то люди. И сейчас такой пиетет у народа по отношению к жилью. Стали относиться к нему более потребительств. И отсюда может быть то, что вот эти новые дома, они были и более комфортные, и их быстро строили. Но как-то вот я в начале, в середине 80-х пригодилось там бывать. Уже не было отношений, не было этих лунг, цветов. Это было все нетипично. А наоборот были разваленные мусоропроводы, горы мусора в подъездах. Это все не заварили, не ликвидировали. Были ржавые остовы на месте площадок детских. Была перекошенная, разбитая плитка тротуарная. Сейчас зачастую, вот я вижу, что там, где было все плохо, это все исправилось. Опять же, вот все-таки уровень жизни. Но тогда вот эти спальные микрорайоны, они выглядели довольно непрезентабельно. Сразу же после заселения. Вот. А вторая половина 80-х, это был следующий этап. Это был прорыв. Возникло движение МЖК. Вот у нас было... МЖК? МЖК, это молодежные и личные оперативы. У нас их было два. Они тоже повлияли. Особенно первый был МЖК-центр. И МЖК Красногор. Вот центр, он застроил центр. У нас, если бы... Как это движение организовывалось? Томсомол, там, да. Валеник Томсомол. Подхватили. Но были энтузиасты. Вот был такой. Евгений Рупасов, который очень много вот приложил усилий. И в том числе разработки архитектуры центра. И то, что мы сейчас имеем от улицы Карла Маркса и до Ленина. Вот эти старые улицы, старые микрорайоны. То, что там не настроили типичных панельных домов, там, девятиэтажных. Не построили безликих там каких-то зданий. А довольно интересная архитектура. Это вот МЖК-центр. А второй, ну, он был более утилитарный. Это Красная Горька, это вот опять же туда на выезде по Московской. Они решали проблему жилищную. Но это, конечно, масштабы не сравнить. Масштабы с 50-ми, 60-ми. Это грандиозное было строительство. В том числе по объемам вода, да? Да, это все. Объемы, может быть, там в цифрах они и что-то значили. Но судя вот по тому, как весь город был сдвинут с места, преображался. А вот дальше все это строилось. И так вот мы дожили до 90-х. Там было время, все затормозилось. Ну и дальше уже современное застроено. То, что мы видим. И я вижу, что сейчас вот, например, на моих глазах вырастают целые города. Я езжу на дачу и вижу огромные, даже поселок, не назвать их городами. Города в городе вы имеете в виду, в нашем городе, да. Чистые пруды. Это вот даже такое сейчас... Вам нравится? Дежавюр. Или вы... Мне нравится, я был в Петербурге. Вот я жил в Новом районе, возле Полковского аэропорта. Такой же район. И думаю, что кто-то мне напоминает. Да, боже мой, те же чистые пруды, те же дворы, те же ломбы, те же цветы, те же дорожки, только дома получше и получше. Это хорошо или плохо? Да, хорошо. Нет, есть хорошее, есть... Я вот... Чистые пруды я хвалю, потому что я там даже специально у меня был пеший туризм. Я ходил не всегда же по старым историческим местам, интересное новое посмотреть. Там все хорошо, еще бы дорогу сделали, просто выехать и въехать туда невозможно. А есть и такие новые микрорайонные, господи, прости, вот туда я бы и в Суку не поехал. Ну, тоже, сами понимаете... Слушайте, хорошо, что вы про дороги упомянули, я тоже хотел об этом спросить. Кировчане, когда вы видели первый раз масштабное асфальтирование? Ну, понимаете, вот еще, опять же, вернемся в 50-е, вот тогда вроде люди представляют город и город. Город там, ну, машины, победы, красивые машины, там автобусы, желто-синие троллейбусы, люди там, как в Европе в шляпах, женщины на шпильках, в красивых платьях. Ну, вроде вот европейские, а Европы-то это и было, скажем, три квартала туда, два туда. Вот, взятие театральной площади, 50-е, даже начало 60-х. Это два квартала в сторону Октябрьского, вот, до Дериндяева. Дальше все уже, деревянные дома, сады деревянные, трута, или даже герцин о вооружении садов, и все. Взять два квартала, три на север, в сторону там, ну, вот эти деревяшки начинались уже от труда, там, на месте дворца, о сочетании, там, целый ряд бараков стоял, двухэтажных. Пойти на юг от театральной площади, ну, проходим этот, физприбор, гастроном знаменитый. Какой Оваровского? За ботсадом, даже, ну, проходим ботсад, все, до вокзала, деревянные дома, там, одно-двухэтажные. Пойдем, ну, вот, на Ленина, единственное место для прогулок было Вятский Бродвей до начала 60-х, это улица Коммунная Московская. Там еще асфальт был, там фланировали, там транспорт. Но это наследие еще до эволюционной эпохи, все-таки Московская, она и до революции тоже пользовалась. А в 60-х уже местным Бродвеем и центром стал Октябрьский проспект, вот, ну, там получил, ну, тоже, я вот говорю, что верховный одноклассник ездил, что по грязи без сапог не мог пройти на Чапаева в 70-е годы, уже в 60-е, в конце. Поэтому, вот, цивилизация постепенно-постепенно, она там, хватывала. И еще даже, когда вот мы учились, я учился в сельхозакадемии, то сидели мы в аудиториях, это были 70-е годы, и смотрели, вот, Октябрьский проспект и 3 метра асфальта, а дальше улица Маклина, она уже была песчаная гранистая. Песчаная гранистая. Песчаная гранистая. То есть там обычная проселочка. Конечно, и все дальше все эти улицы были, Дериндяева, Маклина, Горбачева, асфальт только на Центральных. И если, а что говорить, там за город выехать невозможно было, если в Распутиц осенью, сутки докумен приехали на автомобиле. Сутки докумен. Да, или до Орлова, там же, вот, по этому острову. А когда активное дорожное строительство началось, это в 80-е все-таки, да, ведь уже много было? Да, ну, велось и в 70-е, вот, когда мост вот новый через Нижнюю, то есть тогда, вот, я помню, и асфальт был какой-то небитый, может быть, Ну, и хотя там и пешком ходили, на велосипеды гоняли по центру, не было такого воздействия от массы автомобилей, асфальт сохранялся. И был чистый, кстати, вот, чем характерно, что город был очень чистый в 70-е, даже, может быть, в 80-х годах. Кажется, что это может быть особенность, а ничего подобного. Прошлым летом был в Казани, я был потрясен. Даже второстепенные улицы, они весьма чистые, там, они выметены, вымыты. А у нас, почему-то, это бедство еще, Салтыковщий Дрин говорил, что, кроме грязи, тут мало что можно увидеть потом. Сыльные люди замечали, что грязь, она поглощает все, и теперь, наверное, вот, уже прошли десятилетия, эту грязь так и не победили. У нас остается буквально пару минут, Евгений Абертович, расскажите, пожалуйста, ну, вот у вас, в частности, есть книжка по истории Октябрьского проспекта, да? Какие еще книги? Напомните просто, очень много. Где можно все это увидеть, почитать? Они в электронном виде, эти книги, история Октябрьского проспекта, фотография, мы это все этапы застройки. И история улиц-фотография в советский период. То есть я собрал довольно значимый такой фотоархив, у меня есть описание, это была одна из областных газет, где у меня отдельно главы печатались. Но вот, надеясь, издать, обещали помочь привезти денег, не нашли ни у города. То есть книжку отдельную? Да, отдельную. А сейчас надеюсь, что вот при помощи университета, я думаю, что уйдут книги. А можно еще поинтересоваться Вашим мнением по поводу того, вот как сейчас город надо приспосабливать под возрастающее количество автомобилей? Ну как, вот в той же Казани взять, поначалу меня просто очень удивляло, что в центре города автомобилей нет. Вот в Праге то же самое, например, в центре нет. Они там запрещены? Нет, они есть, но там, я думал, куда они деваются-то, я пытался тут стоять, тут нигде парковок. А потом смотрю знак, парковка. Заезжаешь в какое-нибудь здание, там может быть, типа завода старого, и там этой парковки, там на три этажа вниз и на пять этажей вверх. И вот все машины, чем они вот здесь возле правительства пасутся, везде на всех газонах и всюду, если бы здесь хотя бы сделать многоуровневую. Я сегодня слышал по Вашему же радио, что будут платную делать парковку здесь. Зачем сделали бы с глаз долой? Это во всех городах больших, наверное, уже, и европейских и прочих. Почему-то, может быть, у нас затратно или как-то вот деть машины куда-то с улиц, потому что у нас вроде бы и районы сейчас очень оживленные, машины зимой плохо чистят и не могут сделать хотя бы вот, как у нас грамотно сделано, на улице Ирла-Липнях, по четным с одной стороны парковка, по нечетным с другой, а на свободе вот на другой нет. И часто наблюдаешь, две машины лоб в лоб уперлись, идет скандал за теми, колонные за этими, не разъехаться. Чуть дело не до мордобоя, вот чем это заканчивается. Я думаю, что все эти коллизии, рост сейчас города, он идет, сегодняшний этап бурный, это вот новые технологии, новые цены, это строительство пригородов, частного малоэтажного жилья. А вот это, можно сказать, это вторая половина, пятнадцатый год был. Ну, а когда-нибудь и наши дни тоже станут историей. Благодарю гостя студии, Евгений Питунин, историк Реет, директор Музея инженерных наук, ВИАТГУ. Спасибо, всего доброго. Я думаю, что мы будем встречаться еще в нашей студии. Не хватило единой концепции. Спасибо всем.